всем привет ужасно извиняюсь за мое долгое отсутствие для тех кто не смотрел мои предыдущие блоги у меня очень много намечается перемен в моей жизни во-первых я уволилась потому что почувствовала что стою на одном месте и совершенно не развиваюсь а если честно я пока что не знаю что буду с собой делать возможно я уйду в новую сферу или останусь просто в сфере маркетинга если честно я не знаю я пока что просто экспериментирую и пробую что-то новое еще одно большое событие которое у меня намечается это переезд а я начала паковать свои вещи поэтому сейчас мы в квартире просто полный бардак ну так вот в этом влоге просто возьму вас с собой и покажу как проходят мои занятые дни сегодня например я еду подписывать контракт аренды на новую квартиру я наконец нашла новую квартиру я она мне так нравится просто я ужасно счастлива поиск квартиры в сеуле это просто такая большая головная боль тут квартиру улетают как горячие пирожки было такое то что я позвонила в агентство недвижимости и говорю что я приеду через буквально 40 минут посмотреть ту или иную квартиру через 40 минут я приезжаю на это место и мне агентство недвижимости говорит что та квартира которую я хотела посмотреть 40 минут назад уже сдана то есть квартиру это действительно просто улетают поймать квартиры невозможно и честно думала что я останусь без квартиры просто буду жить на улице потому что не могла поймать квартиру вот честно ребята последние несколько недель я просто сидела дома и каждый час мониторила новые квартиры потому что очень сильно боялась ничего не найти и мне посчастливилось я нашла эту квартиру но я переживаю то что я ее толком даже не посмотрела потому что там еще живет парень везде и лежат его вещи вот но до квартиры мне очень понравилась единственное сегодня хочу обсудить условия что да как вот у нас ужасно грубая погода нас накрыл тайфун каждый день льет дождик в общем сейчас перед тем как выехать я хочу зайти в районный отдел в районный офис и там спросить как выкидывать мусор различные предметы мебели например ческовородка посуда их просто так в общем выкидывать нельзя в корее нужно выкидывать все специальных местах либо вызывать службу специальную которая приезжает по твоему вызову и забирает твой мусор вот хочу сейчас пойти об этом я подписала контракт наконец-таки мне вообще очень сильно везет на менеджеров менеджеров агент в общем не везет на агентство недвижимости в прошлый раз мне тоже попался очень хороший менеджер и в этот раз тоже попался хороший парень мне все объяснились от до я со мной вместе прочитали контракт вообще раньше было конечно очень страшно делать такие принимать такие серьезные решения со мной ходить искать квартиры подписывать контракты но с опытом становится менее страшно и до сих пор конечно очень сильно волнуюсь и до сих пор ну немного страшно но уже не так как раньше вот и в такие вот моменты когда-то одна подписываешь такие серьезные контракты начинаешь понимать а ну все я уже взрослая как я обожаю дейсо я знаю я это говорю в каждом влоге но посмотрите тут прямо все есть все что нужно шторы всякие коробки мне как раз таки нужна сковородка посмотрите какие они тут милые но я себя сдерживаю ничего не покупать перед переездом то потом трудно будет это все перетаскивать в новую квартиру и так все дешево сковородки всего лишь по 5000 вон блин вот такой вот отдел канцелярских товаров мне вообще нельзя заходить потому что я сейчас все свои деньги тут потрачу нашла эти огромные вот такие вот коробки проблема в том то что я не знаю как я сейчас понесу еще ехать на метро и на автобусе смотрите на моей новой станции метро на станции метро где буду жить тут прям внутри метро вот такая вот специальная парковка для великов блин так классно мне вообще ужасно нравится мой новый район в восторге от него я уже дома по дороге зашла в мой район и дейсо и нашла там вот такие вот клевые огромные коробки одна коробка получается 5000 вон нормальные цены и сейчас буду заниматься организации вещей и начну уже все паковать вот Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро! Я сейчас на Мендоне, приехала сюда по делам. Возможно, немного займусь айшопингом, раз я приехала так далеко. Потом поеду обратно в свой район и потом обратно выйду по делам. Как обычно, очень занятой день. Сегодня ужасно жарко, 32 градуса. На ощущение все 40 из-за высокой влажности. Я вообще очень не люблю лето, очень не люблю лето. Ребята, я, конечно, очень сильно извиняюсь, что я всегда снимаю в туалетах. Просто здесь всегда есть зеркала и хорошее освещение. Так вот, только что была в банке и меня уговорили, уболтали открыть новую карточку. И подарили мне вот такой вот целый набор подарочков за то, что я открыла у них карту. Музыка Специальные пакеты опять для выноса мусора. Потом позвонить, забронировать, чтобы специальная машина приехала и забрала мой мусор. Если честно, я с этим мусором уже немного задолбалась. Уже третий день с ним вожусь. Не знаю, как его выкинуть. Вот. Ну, я спросила в районном офисе. И мне сказали, да, вызывать машину. Открыла этот пакет, который мне подарили в банке. Мне подарили вот такие вот влажные салфетки. Кстати, как раз таки то, что мне нужно было. Вот здесь вот санитайзер. Вот это вот, кстати, тоже влажные салфетки. Мне стало интересно. Я все открыла, посмотрела. И вот в этой коробке, посмотрите, как все красиво. Зубная паста и зубные щетки. Конечно, это мелочь, но все равно очень-очень приятно, когда тебе дарят вот такие вот маленькие подарочки. Сейчас я собираюсь пойти в библиотеку, там посидеть, поучиться. И самое главное – сдать книги. Первая книга, вот эта вот, если честно, она мне совершенно не зашла. Вторая книга, зато мне совершенно разбило сердце Кайтрана. Всем советую эту книгу. История, очень тяжелая история двух мальчиков на фоне событий в Афганистане 70-х и 80-х годов. Просто душераздирающая. А сейчас я моя кортира.